Добрый день, дорогие папы и мамы, бабушки и дедушки! Очень важной задачей для нас с вами является, конечно же, забота о наших малышах, детях, внуках. Это составляет основную заботу всей нашей жизни. Но случаются ситуации, о которых, наверное, хорошо бы знать папам и мамам, не пропускать какие-то признаки отклонений в здоровье малыша. И чем раньше мы выявим различные нарушения, тем легче потом нам будет справиться и восстановить здоровье наших малышей. Сегодня мы поговорим с вами об эндокринной регуляции развития ребенка, об основных действующих лицах этого процесса. Я имею в виду железы внутренней секреции, которые делятся на центральную часть регулирования и периферическое звено. И мы с вами знаем, что в головном мозге находится центр, который регулирует работу всех периферических эндокринных желез. И в зависимости от работы каждой из них формируется та или иная сфера системы, органы и так далее. И сегодня очень важным вопросом, который мы обсуждаем, является развитие репродуктивной сферы. Центральная регуляция осуществляется такими двумя железами, которые находятся в мозге человека. Гипоталамус, гипофиз. Они системно вырабатывают гормоны, которые регулируют работу других эндокринных желез. И очень чёткое взаимодействие периферических желез, яичников, яичек и центральных желез. И обеспечивает гармоничное развитие малыша. Начиная от внутриутробного периода, очень важным периодом является сразу период после рождения. И вплоть до полного взросления все процессы формирования репродуктивной сферы, то есть возможности иметь половые признаки, иметь здоровье органы репродуктивной системы, и возможность иметь в дальнейшем детей, закладываются на каждом отдельном этапе этого развития. Основы эндокринной регуляции репродуктивной системы у девочек требуют очень внимательного отношения, как я уже сказала, от самого рождения до взросления. Но я хочу напомнить, что очень важным периодом является возраст от 8 до 13 лет. И в следующий период закладывает возможности в дальнейшем быть их мамами. Правильная последовательность появления вторичных половых признаков, увеличение молочных желез, рост и формирование полового оволосения, начало и правильная цикличность менструального цикла. Все это характеризует здоровье, репродуктивное здоровье девочки и требует, конечно же, контроля со стороны родителей. У мальчиков пубертат начинается с 9 и длится до 14-15 лет. Это очень важный период, о котором мы сегодня будем также говорить. И правильная последовательность появления вторичных половых признаков, к которым относятся и половое оволосение, и формирование внешних половых органов мальчика, и рост волос в эндогензависимых так называемых зонах и так далее. Это все очень важные внешние факторы, на которые надо обращать внимание. И тот самый период формирования от младенца до взрослого, репродуктивно зрелого человека проходит несколько этапов. И для того, чтобы мы с вами еще более подробно могли погрузиться во все эти тонкости, для того, чтобы мы могли с вами сейчас разобрать несколько ситуаций отклонения от нормы, я хотела бы пригласить к нашему разговору моего замечательного молодого коллегу, кандидата медицинских наук, сотрудника Института детской эндокринологии, Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии, Игоря Сергеевича Чугунова. Игорь Сергеевич, я хотела бы попросить вас чуть более подробно описать нам этапы полового развития ребенка, как они формируются, под действием каких гормональных выработки, каких гормонов формируются, и почему это так важно знать. Спасибо большое, Наталья Георгиевна. Половое развитие условно можно развить на нескольких больших этапах. Безусловно, свою работу эта система начинает внутриутробно. Во время того, как ребенок находится в утробе матери, активно секретируются половые гормоны, активно секретируются гонадотропины. У мальчиков это проявляется мускулинизацией, то есть формированием наружных половых органов по мужскому типу. Потом, сразу после рождения, эта система замирает на какое-то короткое время, но уже с одного месяца жизни, примерно до года, начинается новый этап, который называется мини-пубертат, маленькое половое развитие. Это очень важный этап в формировании репродуктивной системы. У мальчиков в этот период происходит увеличение клеток, которые в дальнейшем будут сперматозоидами, клеток нянек сперматозоидов, происходит в дальнейшем формирование наружных половых органов. У девочек происходит увеличение количества клеток, которые в дальнейшем станут яйцеклетками. Все это должно в норме завершиться где-то к году, максимум к полутора годам. Потом, в период детства, то есть с года до 8-9 лет, репродуктивная система находится в так называемом молчащем состоянии, то есть половых гормонов она не производит. И вот уже с возраста 8-9 лет появляются первые повышения гормонов, заставляющих работать как яички, так и яичники. Происходит увеличение грудных желез у девочек в норме с возраста 8 лет. Увеличение размеров яичек у мальчиков в норме с 9 лет. И в дальнейшем под действием половых гормонов размер яичек увеличивается, увеличивается размеры полового члена, происходит созревание клеток. И конечным итогом этого является фертильность, то есть способность к продолжению рота. Скажите, пожалуйста, Игорь Сергеевич, насколько мы должны родителям говорить и относиться внимательно вот к этому периоду самому первому выброса гонадотропинов, это мы напоминаем, что это гормоны, которые вырабатываются в головном мозге, они регулируют формирование мужских и женских половых желез. Вот этот период, он характеризуется выбросом гормонов, увеличением, подрастанием яичек у мальчиков, но существуют определенные нарушения в этот период, которые также нужно не пропустить. Или наоборот, насколько нам известно, бывают ситуации, когда ложное беспокойство вызывает это состояние у родителей. Что же делать родителям, если они вдруг, вот в раннем, несколько месяцев малышу, а у них какое-то неспокойствие на душе? Что нужно здесь, на что обратить внимание? В первую очередь, нужно обращать на признаки врожденного нарушения этой системы, так называемого врожденного гипогонадизма. У мальчиков это проявляется крайне маленькими размерами полового члена, двухсторонним крепко-архизмом, то есть отсутствием яичек в мошонке. Поскольку в период мини-пубертата происходит активное выделение половых гормонов уровня тестостерона, у мальчиков соответствует фактически уровню взрослого мужчины, по некоторым данным. То если мы видим эту микропинию, то это оптимальное время для того, чтобы своевременно начать лечение, скорректировать эту микропинию, и в дальнейшем размеры половых органов у таких мальчиков не приближались бы к абсолютной норме. Можем ли мы рекомендовать молодым родителям в этом возрасте всегда обратиться к врачу-эндокринологу для того, чтобы не пропустить какие-то проблемы? Или этот процесс проходит гладко, и здесь необходимости беспокоиться большой нет? Правильно. Следующий этап, который заслуживает большого внимания, это у девочек, получается, и у мальчиков, и у девочек появление ночных пиков выброса гормонов гипофизом, и здесь тоже начинаются какие-то новые проявления. Это 8-9 лет, начало пубертата. На что здесь стоит обратить внимание родителям? Это такой крайний возраст, когда уже может начаться собственное половое развитие, наиболее ранний возраст. Пароклинически это проявляется появлением специального взрослого запаха плота, изменением поведения ребёнка, изменением состояния кожных покровов. Но основные... Вот именно в этом самом раннем периоде. В дальнейшем, когда половое развитие прогрессирует, когда происходит увеличение грудных желёз, когда происходит увеличение яичек или появление полового волосения, конечно, эти изменения более явны и доступны для наблюдения родителей. То есть с 9-ти летнего возраста должны быть происходить определённые внешние изменения у детей, которые родители расценивают как нормальное развитие? С 9-ти лет могут происходить... Но не обязательно. Да, не обязательно. Крайним сроком наступления, хотя бы начало пубертата у девочек является 13 лет, а у мальчиков 14 лет. Начало пубертата? Начало полового развития. Хорошо. Тогда я хотела бы, наверное, предложить сейчас вам рассказать, чем же ещё характеризуется выработка половых гормонов, за что ещё отвечают половые гормоны, и на что мы ориентируемся, когда оцениваем приходящего к вам на приём малыша? На что вы обращаете прежде всего внимание? Действие половых гормонов крайне разнообразно. В первую очередь, половые гормоны действуют на костную ткань, вызывая с одной стороны созревание её, то есть прогрессию костного возраста. Костный возраст – это такое условное понятие, по которому мы определяем биологический возраст ребёнка, то есть насколько у нас организм зрел на данный момент. Клинически это проявляется в первую очередь ускорением роста. Часто родителям нравится, что ребёнок быстро растёт, им просто очень высокие. Однако в этом случае обязательно нужно обратиться к эндокринологу, потому что в данный момент скорость роста высокая, да, это хорошо, но в конечном итоге, из-за того, что костный возраст под действием половых гормонов прогрессирует, конечно, конечный рост такого ребёнка может быть значительно снижен. Поэтому при ускорении темпов роста, при снижении темпов роста обязательно нужно обратиться к детскому эндокринологу. Изменения и отклонения от темпов роста, соответствующих возрасту, требуют внимания и беседы с врачом-эндокринологом. Это мы с вами запомнили, дорогие папы и мамы. Помимо всего прочего, мы оцениваем ведь соотношение возраст, вес, пол и здоровое развитие малыша, оно ещё характеризуется отсутствие... ...под действием репродуктивной системы. Ну, теперь я думаю, что мы перейдём, Игорь Сергеевич, к тому, что зафиксируем внимание наших слушателей на отдельных нарушениях здоровья репродуктивного. И я бы хотела начать прежде всего с такого состояния, которое характеризуется отсутствием продукции половых гормонов, необходимого выброса половых гормонов у мальчиков старше 14 лет, у девочек старше 13 лет. Это отсутствие продукции гормонов называется гипогонодизмом. И гипогонодизм может быть как по причине неполадки на уровне мозга, в продукции гормонов гипоталамусом, гипофизом, так и на уровне самих половых желёз. И, Игорь Сергеевич, расскажите, пожалуйста, на что прежде всего нужно обращать внимание в этой ситуации и родителям, и врачу, к которым они пришли на приём? В первую очередь, конечно, детский эндокринолог должен оценить половое развитие. Сделать это правильно. Существует международная классификация полового развития. Она называется классификация Танера, которая учитывает большинство признаков полового развития, связанных с действием половых гормонов. Обязательно необходима оценка роста с оценкой по перцентильным таблицам для того, чтобы выявить либо задержку, либо ускорение роста. И определение пропорции тела. Это очень важный момент. Почему? Потому что недостаток половых гормонов приводит к тому, что длинные трубчатые кости растут. То есть это ноги, это наши верхние конечности. И происходит несоответствие длинной конечности и туловища. Диспропорция. Это один из важных признаков раннего гипогонодизма. Доктор должен оценить костный возраст, поскольку отсутствие действия половых гормонов приводит к его задержке. Должен оценить строение нарушенных половых органов, как раз выявить ту самую микропенею, спросить о крипторхизме, посмотреть, может быть, есть какие-то нарушения строения половых органов. Осмотреть ребенка полностью с поиском признаков диземпреогенеза. Что это такое? Это различные пороки развития совершенно разных органов и систем, но врач должен внимательно за этим посмотреть. Которые сочетаются с нарушением репродуктивной системы. Такие отдельные сопутствующие признаки. Существуют ситуации, мы говорим 13-14 лет, но это уже достаточно поздний возраст. Это уже пубертат, который в расцвете должен быть у молодого человека. Существуют ли определенные ранние признаки, когда родители могут заподозрить, что что-то не в порядке у их малыша, и у него имеет место гипогенодия? Безусловно, такие признаки существуют. У мальчиков при рождении, мы часто отмечаем микропенею, это уменьшение длины полового члена, это двухстороннее неопущение яичек в мошонку, и это различные пороки развития. Пороки развития твердого, мягкого нелоба, пороки развития почек. В детстве может сохраняться эта микропенея. Если мы говорим о возрасте пубертата, то дефицит половых гормонов может появляться как нарушением настроения ребенка, психологическими проблемами с верстниками, поскольку его поведение в значительной степени зависит от действия половых гормонов, недостаточный набор мышечной массы, вот, как я уже говорил, нарушение пропорции тела. При наличии этих признаков, конечно, каждый родитель должен обратиться к детскому эндокринологу для того, чтобы своевременно поставить диагноз. Игорь Сергеевич, вот вы говорите, и мы действительно с вами все время фиксируем внимание на эмоциональном состоянии ребенка, на его остенизации на фоне этих проблем. А я сейчас представляю, по сути дела, очень много современных молодых людей, которые огромное количество времени тратят на общение с компьютером, а вовсе не на то, чтобы погулять где-то со сверстниками. Они склонны к изоляции, они склонны к тому, чтобы посвятить свое время какому-то такому уединению вместе с компьютером в рамках интернета. Ну что, нам всем стоит заподозрить, что у них есть снижение продукции гормонов репродуктивной системы, или нам все-таки есть возможность каким-то образом отдифференцировать эти процессы? Все-таки у подростка, который стремится к самоизоляции, как вы назвали, Наталья Георгиевна, всегда можно оценить его рост, это доступно. Всегда есть другие признаки полного развития, появление акне, часто у подростка бывает, изменение запаха пота, изменение поведения, то есть в чем, по большому счету, психологический смысл пубертата. Подросток отделяется от семьи, то есть он становится самостоятельным субъектом общественной жизни. И если этих признаков нет, плюс есть вот это уединение, которое, к сожалению, характерно для многих наших подростков современных, то, наверное, стоит обратить на это внимание. Хорошо. И когда уже на уровне пубертата мы или родители, или врачи уже поставили диагноз, есть ведь средства воздействия и лечения этих подростков? Да, конечно. Во-первых, сейчас есть современные средства диагностики, которые проводятся в нашем центре. Это разнообразные функциональные пробы, которые позволяют иногда даже в раннем возрасте, до наступления полного развития, поставить этот диагноз. Во-вторых, очень важна семейная молекулярно-генетическая диагностика, которая также проводится в нашем центре. Почему это важно? Потому что, во-первых, есть другие родственники, и, возможно, родители планируют следующего ребёнка, чтобы они оценивали риск. Во-вторых, своевременно начатое лечение позволяет, ну, как пример, предотвратить тоже формирование диспропорции сегментов тела. Мы не будем ждать до 14 лет, зная, что у этого ребёнка есть этот диагноз мы начнём увеличение в 12-12,5. И... А ещё лучше раньше. Не всегда, Наталья. Не лучше. Вот, видите, меня Игорь Сергеевич поправил. То есть мы с вами зафиксировали, что сразу после рождения, в первые три месяца, в первый год, хорошо бы, чтобы эндокринолог увидел вашего малыша и отдифференцировал, нет ли у него каких-то проблем. Но есть период 8-9 лет, в который тоже обязательно надо показаться эндокринологу, показать вашего малыша эндокринологу, потому что именно в этот период могут найтись какие-то проявления, каких-то заболеваний, которые не проявляли себя никак на ранних этапах. Я предлагаю перейти уже к более конкретному, к более конкретной болезни, о которой вы уже начали говорить. Это генетически обусловленное нарушение полового развития, гипогеннодизм, который обусловлен появлением у мальчиков на этапе закладки самого эмбриончика дополнительной хромосомы. И у мальчиков вместо XY, как у всех обычных мальчиков, кариотип составляет 47XXY. Это дает ему целый ряд определенных признаков и обуславливает определенный вид его развития. Расскажите нам, пожалуйста, чуть более подробно об этом синдроме Клинфейнтера, который очень типичным является признаком гипогеннодизма. И раньше считалось, что это достаточно редкая патология. Но, насколько нам известно стало сейчас, это не так редко проявляется, эта проблема. Да, синдром Клинфейнтера является, наверное, самой частой вырожденной причиной гипогеннодизма, то есть с нарушением функции яичек. Причиной данного заболевания является дополнительная X-хромосома. Напомню, что в норме у мужчин 46 хромосом, и две из них являются X и Y. Если мы говорим о синдроме Клинфейнтера, то появляется одна или несколько X-хромосом. В отечественной практике мы называем синдром Клинфейнтера почти все полисомии по хромосоме X, то есть 47XXY, 48XXY и так далее. За рубежом относятся только 47XXY. Данный синдром имеет многообразные клинические проявления. И они связаны не только с гипогеннодизмом. Это связано с тем, что та самая дополнительная X-хромосома, она влияет почти на все органы и системы организма. Если мы говорим о ребёнке, который только что родился, то мы можем увидеть в третий случай хоть те самые классические проявления гипогеннодизма в виде микропинии и двухстороннего криптоархизма. 30% малышей, которые имеют эти признаки... Могут иметь этот синдром. Да. Второй очень важный период – это с двухстороннего до четырёх лет. Потому что кроме гипогеннодизма, вторым, наверное, самым часто встречающимся признаком является легостения. Это такое название нарушений письменной и устной речи. Почему-то бытует мнение, что у таких детей снижен интеллект. Это не так. Интеллект у них сохранен. Но они испытывают значительные трудности с коммуникацией, с построением предложения. Поэтому так важно поставить этот диагноз рано, чтобы помочь им преодолеть с помощью логопеда, с помощью дефектолога. И в дальнейшем по ряду работ показывать, что они абсолютно нормально развиваются, хорошо учатся в школе. А если по ситуации, наоборот, запустить, то у них достаточно большие проблемы с обучением. Прерву вас, Игорь Сергеевич. Дорогие друзья, мы фиксируемся ещё на одном периоде. С двух до четырёх лет, вы сказали, проявляются вот эти вот признаки, никак не связаны с репродуктивным здоровьем, но это сложность в речи, сложность в письменной речи и в коммуникации. То есть если у вашего малыша есть эти проблемы, обратитесь, пожалуйста, не только к психологу, но и к эндокринологу, и инициируйте исследования на кариотип. Да. Продолжаем. Следующий период – это как раз пубертат. Интересно, что для данного синдрома есть такая особенность, что они вступают в этап плавового развития, как обычные дети. То есть в нормальные сроки, в 11-13 лет. Всё происходит так же, как и у обычного подростка, но в дальнейшем плавовое развитие угасает. То есть яички больше не увеличиваются, а даже уменьшаются с возрастом. Уровень тестостерона у половины мужчин снижается до тех цифр, которые требуют коррекции. Это уже во взрослом состоянии? Это как раз вот в второй половине пубертата, во второй половине полового развития. Кроме того, вот этот недостаток тестостерона часто приводит к тому, что начинают формироваться явноуходные пропорции тела. А учитывая тот факт, что вот эта дополнительная экс-хромосома обуславливает высокие показатели роста, то высокорослость, диспропорции сегментов тела достаточно выражена у таких пациентов. То есть в возрасте после 13-ти высокие рослые астеничные мальчики с не очень правильными пропорциями тела тоже требуют консультации эндокринолога прежде всего и определения на кариотип. Учитывая, что вот у большинства подростков происходит самостоятельное наступление полового развития, вообще этот диагноз достаточно редко ставится в детском возрасте. Если мы берем данные, которые были в 90-х годах, то до взрослого возраста стояло только около трети случаев. Еще около половины ставилось в период, когда семейная пара пыталась завести ребенка и вследствие нарушения сперматогенеза у них это не получалось. А часть мужчин никогда об этом не получали никакой информации. Сейчас ситуация несколько меняется. В первую очередь в связи с проведением преоперационной диагностики. И сейчас значительная часть пациентов, нам позволяет эту патологию, разумеется, отсеять и определить уже заранее. Но скрининги на эту патологию сразу после рождения, на натальный скрининг не включают эту? Нет, это не включают на натальный скрининг. Пока не включают. Но мы с вами поделимся с нашими слушателями и расскажем о том, что мы надеемся и направляем на это усилие, что эта патология войдет в скрининг на натальный в ближайшие годы. Это мы секрет вам открываем. Гипогонадизм. Казалось бы, есть проблема в принципе с тем, что при гипогонадизме человек не может иметь потомство, как мы с вами договорили. Неужели эти родители, эти замечательные, интеллектуально сохранные, здоровые, высокие мужчины обречены на неудачу в данной ситуации? К счастью, нет. К счастью, нет. С применением новых технологий, с развитием вообще репродуктивной медицины, при многих формах бесплодия получены достаточно эффективные методы лечения. Например, при синдроме Кленфильтера применение специализированной методики, она называется ЭКСИ, то есть это поиск, экстракция сперматозоидов из яичек, позволяет больше, чем в половине случаев этой паре иметь собственного ребенка, что очень важно, конечно, это выполнение родительской функции. Поэтому в настоящее время синдром Кленфильтера – это отнюдь не приговор в плане бесплодия, а вполне возможно в дальнейшем, учитывая, что наука у нас развивалась. Может быть, задумались о каких-то признаках у своих малышей синдрома Кленфильтера, это не приговор, и экстракорпоральное оплодотворение с предварительной диагностикой может позволить любой семье, даже если у отца имеется синдром Кленфильтера, рассчитывать на даже ни одного ребенка в семье. Я должна сказать, что в Национальном центре эндокринологии в отделении экстракорпорального оплодотворения такие случаи не редкость, и у нас это уже стало определенной практикой. Продолжим. Следующий синдром, достаточно известный уже синдром, синдром Шерешевского-Тернера, который как раз наблюдается уже у девочек, и он также связан с генетической патологией. Расскажите нам, пожалуйста, об этом. Синдром Шерешевского-Тернера – это ситуация, когда у девочки отсутствует одна икс-хромосома. Напомню, что у девочки, у женщины… когда не во всех клетках организма отсутствует икс-хромосома, либо формы с нарушением строения икс-хромосомы, когда она кольцевидная, деформированная, у нее удалена какая-то часть, то есть она не может полностью выполнять свои функции. Данный синдром встречается достаточно часто. Примерно один случай на 2000 девочек имеет характерные клинические проявления. Если мы говорим при рождении, то мы можем видеть лимфостаз, то есть это увеличение размеров кистей и стоп, достаточно характерно. Это фенотипические особенности. Пороки развития сердца, карта отца аорты, грозный порог, который требует крайне своевременного лечения. Пороки развития почек. Позже в детском возрасте формируются характерные признаки синдрома. Это снижение в первую очередь темпов роста. Большинство таких… Эти девочки низкий рост имеют. Имеют низкий рост. Во-вторых, это… Особенности сторонней шеи – это могут быть крыловидные складки. Да, такие типичные у них сглаженные линии между шеей и плечами. Низкий рост волос на шее. Низкая линия. Низкая линия. То есть, когда рост волос начинается фактически от плеч. Это множественные нервусы, которые могут быть по всему телу. Деформирующие есть элементы, да, деформация? Да, есть нарушение разгибания в локтевых суставах, в коленных суставах. В дальнейшем, когда наступает половое развитие, то мы часто видим, что половое развитие начинается в виде увеличения грудных желез, но достаточно быстро у этих девочек стухает. Угасает. Угасает. И я бы хотел обратить внимание, что основным признаком полового развития у девочки является увеличение грудных желез. Часто у таких подростков мы видим появление полового волосения, родители это воспринимают как нормальный начавшийся пубертат. Безусловно, это может быть нормой, но за появлением полового волосения обязательно потом должно следовать увеличение грудных желез. А у таких девочек, к сожалению, всё на этом часто и останавливается. То есть есть половое овлосение, но нет развития грудных желез. Так. И какая перспектива, и как можно дальше работать с девочками Шершавского-Тернера, какие у них перспективы, какие-то сопутствующие ещё проблемы. Вы сказали, патологии сердечно-сосудистой системы, ещё ряд. То есть эти дети должны вестись очень чутко такой многофункциональной командой. Какие у них перспективы на репродуктивную функцию? Что у них с интеллектуальным? Интеллектуально такие девочки в значительной степени сохранны, конечно. У них нет задержки умственного развития. В плане фертильности здесь достаточно сложный момент. Существуют методики, которые позволяют, безусловно, зачатывая ребёнка и выносить его. Тем не менее, после... Работы в этом направлении ведутся. И, разумеется, самое главное, уважаемые слушатели, как можно раньше обнаружить проблемы и признаки синдрома Шершавского-Тернера, мы понимаем, что это необходимо для того, чтобы как можно раньше выявить сопутствующие пороки развития, которые могут быть... Конечно. Если подытожить, то в первую очередь это различные... Если у ребёнка есть различные пороки развития почек, сердца, лицевого скелета, если есть нарушение роста, как высокорослость у мальчиков, так и низкорослость у девочек, если есть нарушения интеллектуального развития, которые могут проявляться как в раннем возрасте задержкой психомоторного развития, так и к школе, когда нагрузка на ребёнка возрастает, и если у них есть ещё признаки вырождённого гипогонализма, такие как рептархизм, уменьшение размеров поочли, но у мальчика, то в этом случае, конечно, нужно порекомендовать родителям привести определение кариотипа. Для этого просто сдаётся кровь. Да, это кровь. Для этого просто сдаётся кровь в региональных лабораториях, ну и при необходимости можно приехать в наш центр для того, чтобы уже комплексно обследовать этих детей. Хорошо. Есть ещё один синдром, синдром Кальмана, и мы бы хотели с вами... Чем характерно это заболевание, и как можно его, как можно раньше обнаружить у малыша? Здесь мы переходим к другой форме гипогонализма. Это гипогонотропный гипогонализм, когда нарушается работа, в первую очередь, центральной части половой системы, именно гипоталамуса и гипофиза. Почему это называется синдром Кальмана? Это сочетание снижения нарушения работы репродуктивной системы и снижение обоняния. Такое характерное сочетание описано... Есть только один ген, который вызывает развитие этого заболевания. Сейчас это больше 30 генов, и все мы их можем исследовать в нашем центре, для того, чтобы своевременно поставить диагноз. Когда же надо заподозрить? Опять-таки, мы обращаем внимание на ребёнка сразу после рождения. У мальчика все те же признаки врождённого гипогонализма. Микропения, отсутствие яичек-мошонки. Здесь на первый план из пороков выходят пороки средней линии. Это не зарощение твёрдого, мягкого нёба, это расщелина лица. Это может быть дисплазия, прозрачные перегородки. Достаточно часто ставят по данному УЗИ, которое проводится во время скрининга беременности. Ну, а после этого, когда ребёнок начинает психомоторно развиваться, у него есть некоторые особенности, именно связанные со своё развитием. Так называемая бенуальная синхонезия. Это особые зеркальные движения рук. Да, и вот мы хотим вам показать, уважаемые родители, запись, как движутся ручки малыша, который имеет эту проблему. Опишите, пожалуйста, здесь вот действительно они такие зеркальные. Обратите внимание, что когда ребёнок проводит сгибание одной из кистей, то вторая в этот момент очень похожа, синхронно действует. Какие могут быть жалобы? Может быть нарушение вставания в кроватке, поскольку ребёнок не может перехватить ручку. Обе руки сжаты, либо обе руки разжаты. Это нарушение ходьбы по лестнице. Если мы говорим о пациентах в более взрослом возрасте, то часто жалобы на то, что они не могут играть на музыкальных инструментах, поскольку с возрастом бимануальная синхонезия, она в значительной степени уменьшается, но полностью не проходит, и человек научается в течение жизни её преодолевать. Реабилитироваться. И мы можем и по причине вот этих вот беспокойств, и по причине каких-то дополнительных неэндокринных нарушений, ещё раз рекомендовать родителям, когда же нужно обращаться к эндокринологу. И мы говорим и о раннем наанатальном периоде, первый год развития, 8-9 лет, и пубертат в 13-14 лет. Есть ли ещё какие-то периоды, которые требуют внимания? Если подытоживать, то условно можем разметить на три большие группы, как вы сказали, Наталья Георгиевна. Это период непосредственно после рождения, период мини-пубертата. Здесь на первый план выходят признаки врождённого гипогеннодизма. Они видны у мальчиков в виде микропинии и в виде неопущения яичек в мошонке, чаще двустороннего, потому что гипохизм достаточно часто встречается при рождении. Плюс пороки развития. Если мы говорим о периоде детства, то это нарушение роста в первую очередь. То есть часть детей, допустим, при синдроме Чешевского, плохо растут, при синдроме Клинфильтра наоборот. Либо избыточный высокий рост, либо недостаточный рост. Если мы говорим о периоде пубертата, то здесь в первую очередь выходит, конечно, самое половое развитие, которое должно наступить в декретированные сроки. И, кроме того, оно должно носить прогрессирующий характер. Потому что при синдроме Клинфильтра он наступает, но процесс сам по себе прерывается. Да, и вот такое типичное для нарушения определенных приход пубертата с последующим угасанием, это тоже не повод успокоиться и решить, что ребенок имеет нормальное половое развитие. Это все-таки повод посоветоваться с эндокринологом. Есть другая сторона медали. Есть не заторможенные, не отсутствующие половые созревания, наоборот, более ранние половые созревания, которые бывают и у мальчиков, и у девочек. И если у девочки моложе 8 лет или у мальчика моложе 9 лет есть уже первые признаки полового развития, то это тоже требует внимания. И обращение к эндокринологу, на какие пункты нам нужно обратить внимание, я также вас попрошу, Игорь Сергеевич, рассказать. И это преждевременная активация либо желез, которые находятся в ткани мозга, в гипоталамусе, гипофизе, либо непосредственная испыточная выработка или ранняя выработка половых гормонов непосредственно половыми железами. На что нужно обратить внимание, и когда стоит беспокоиться, а когда не стоит беспокоиться родителям? Появление признаков полового развития, как то увеличение грудных желез либо увеличение размеров яичек полового члена. То есть любые признаки пубертата? Пубертата у девочек до 8 лет, у мальчиков до 9 лет, должны насторожать родителя. Это не норма. То есть никогда это нельзя воспринимать как норму, и обязательно родители должны на этом фиксировать внимание. Обязательно должны на этом фиксировать внимание. Потому что, почему это важно, потому что в своё время начатое лечение позволяет значительно улучшить прогноз, особенно в плане роста. На что ещё нужно обратить внимание? Появление специфического, как родители часто описывают, взрослого запаха пота у ребёнка. Это появление акне, изменение кожи лица, акне, угревая сыпь, возможно, снять пустулёса. Это менструалоподобное, то есть кровенистое выделение сплавовых путей у девочек. Они обязательно должны насторожить родителя и дать повод ему обратиться к специалисту. В каком возрасте мама должна зафиксировать, какой возраст нормальный для начала менархии? Давайте вот ещё на этом остановимся. В среднем, я бы сказал, что средний возраст с 10 до 13-13,5 лет. То есть если до 10 лет у девочки начинается менструация, это признак нездоровья? Это признак, который должен насторожить родителей, и он как минимум должен посетить детского эндокроза. Это нельзя оставить без внимания, это обязательно нужно обсудить с эндокринологом по месту жительства. Какие ещё признаки? Какие-то сопутствующие? Ну и, конечно, самый главный признак, как я уже говорил, основным фактором, признаком, который мы видим и который мы можем видеть, это ускорение роста. Такие дети, конечно, начинают очень быстро расти. Как я и повторюсь, родителям часто это нравится, что мой ребёнок самый высокий, он так быстро растёт. Потом резко прекращается этот рост, и они в итоге становятся как раз низкорослыми, у них закрываются зоны роста на фоне выброса гормонов половых. И здесь, конечно, ложная такая радость в данной ситуации. Потом у нас меняется, к сожалению, наоборот. В обратную сторону. Есть ещё одна... Рождённая дисфункция надпочечников тоже может характеризоваться проявлениями полового развития, раннего полового развития. Давайте на этом остановимся. Это особая группа заболеваний, достаточно часто встречающаяся. Она характеризуется тем, что надпочечники вырабатывают избыточное количество мужских половых гормонов и у мальчиков, и у девочек. Таким образом, у девочек мы будем видеть, помимо тех признаков, которые я сказал, ещё и появление акне, появление избыточного волосея, избыточного роста волос, нарушение, возможно, стороне наружных половых органов в виде увеличения клитера. У мальчиков будет происходить увеличение наружных половых органов без увеличения размеров яичек, поскольку гормоны вырабатывают не яички в этом случае, а надпочечники. И, конечно, это заболевание также имеет свои другие признаки. Это, возможно, соль теряющийся, но недостаток гормона, который регулирует уровень натрия, приводит к диарее, к нарушению набора веса у детей, к снижению артериального давления. А дефицит глюкортикоидов приводит к тому, что дети также не набирают вес, а, возможно, гипогликемия, судорожное состояние, конечно, плохо влияющие. И это всё-таки раннее проявление в раннем возрасте? Проявление данной группы заболеваний, оно очень разнообразно, и оно, возможно, как в раннем возрасте, при очень тяжёлых формах, когда есть и соль, теряющаяся синдром, и нарушение строения, допустим, половых органов, рождённые у девочки. Вот я и говорю о соль, теряющей форме, которая имеет жизнеугрожающий статус. И, конечно, здесь как можно раньше надо поставить диагноз и обезопасить просто-напросто жизнь человека. Бывают неклассические формы, которые проявляются вот как раз к возрасту 6-8 лет. Вот на том графике видно, когда запускаются надпочечники. И проявляются они в основном такими мягкими проявлениями в виде изблочного волосения, появления угревой сыпи, ускорения роста. И, безусловно, если родители видят такие признаки, он должен обратиться к врачу. Хорошо. Спасибо. Ну вот есть у нас примеры поздней и ошибочной диагностики этих синдромов. Здесь тоже нужно помнить. Как вы можете прокомментировать вот этих пациентов? Это пациенты, которым поздно поставили диагноз. Ну, условно, наблюдение за пациентами с врождённой дисфункцией специальные заболевания. Да, вот это заболевание уже скринируется на ранних этапах. И по большому счёту, ещё вы идите широко, когда ввели этот анализ на анатальный скрининг? В разных регионах по-разному. С 2003 года в Москве сначала, потом пилотные регионы, потом с 2008-2009 года по всей России он проводился. То есть, с 2009 года этот скрининг, диагноз этого заболевания входит в скрининг неонаталью. Соответственно, мы уже при рождении знаем, что это заболевание у ребёнка. В большинстве случаев. В большинстве случаев. В большинстве случаев. Но, к сожалению, остаются страны СНГ, где этот скрининг в большинстве из них не проводится. И особенности маршрутизации пациенты могут не получить. Понятно. При вот такой поздней постановке диагноза, вот как раз эти данные до 2003 года, мы видим, какой низкий конечный рост этих мальчиков, которые... То есть, мальчики в взрослом возрасте имеют 140-150 сантиметров. Хотя изначально они росли очень хорошо, и всем это очень интересно. Так, продолжаем. И давайте в заключении всё-таки обнадёжим наших пап и мам, которые наверняка уже забеспокоились и начали оценивать состояние своих деток. И не только полового развития, но и их соматическое здоровье. Давайте расскажем о том, что мы можем справляться не только с синдромом Кляйн-Фильтра, но и с рядом всех этих заболеваний при как можно более ранней своевременной диагности. В настоящее время для решения гадонтерапии независимой, то есть центрального преждевременного пола в развитии есть очень эффективные препараты, они позволяют психологические проблемы, связанные с этим. Ребёнок растёт до возраста от 10-12 лет у девочек, 12-13 лет у мальчиков, потом этот препарат убирается, и происходит абсолютно нормальное половое развитие. Более того, по последним данным, нет никаких нарушений в дальнейшем репродуктивной системе у таких людей. Если мы говорим про вырождённую дисформацию коры надпочечников, либо про другие формы ППР, которые связаны с нарушениями работы ганат, то в этом случае первую очередь выходит, конечно, на лечение основного заболевания. И здоровье соматического и репродуктивного. Хорошие у неё перспективы. Конечно. В заключении мы хотим с Игорем Сергеевичем вам напомнить, что обязательное внимание требует возраст 4-5 лет при появлении каких-то внешнего полового оволосения или проходите эти этапы вместе с вашим эндокринологом, то мы полны надежды, что здоровье ваших деток в хороших руках, и вы не пропустите никакие серьёзные заболевания эндокринной системы. На этом я бы хотела завершить сегодняшнюю встречу. Спасибо. Будьте здоровы. Здоровья вашим малышам. Спасибо. Спасибо.